Вот так торжественно и величественно началась церемония возложения венков и цветов к вечному огню. Участие в мероприятии приняли представители руководства Брестской области и города, ветеранских и молодежных организаций войсковых частей и дипломаты. Один из главных государственных праздников нашей страны – День защитника Отечества. Почему можно говорить, что он главный? Потому что это праздник настоящих мужчин, тех, которые отстояли свободу и независимость нашего государства. Ценой своей жизни. Поэтому мы в первую очередь поздравляем ветеранов войны и труда. Мы отдаем дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, мы говорим слова поздравления представителям наших вооруженных сил, которые сегодня оберегают нашу свободу и независимость. Конечно же, я хочу от имени областного совета депутатов, областного исполнительного комитета поздравить всех мужчин Брестской области. Пожелать всем нам мирного неба, счастья, благополучия и просветания в нашей родной стране. Мемориал Брестская крепость Героя – особое место, которое значимо как для тех, кто когда-то охранял мир и покой Синеокой, так и для тех, кто продолжает это делать до сих пор. Для областного центра с тысячелетней историей и для его жителей этот день особый. Сегодня мы отдаем дань памяти павшим в боях за Отечество, кто суровые годы военных испытаний защитил свободу и независимость нашей Родины, отстоял право белорусского народа быть хозяином на родной земле и самому определять свою судьбу. Военнослужащие, стоящие на страже независимости нашей Родины, преклоняются перед ветеранами. С гордостью вспоминают о ратных страницах истории. Те воинские части, которые дислоцируются в нашем городе, постоянно находятся в поле внимания местных властей с точки зрения обеспечения их бытовых комфортных условий. У нас хорошие шефские связи, у нас хорошее взаимодействие в решении общих задач, начиная от порядка в городе и заканчивая патриотическим воспитанием. Поэтому в этот день мы говорим тем, кто говорил служу Советскому Союзу, в этот день особые слова тем, кто говорит служу Республики Беларусь. На территории приграничного города находится целый ряд специализированных подразделений от войск радиоэлектронной борьбы до десанта штурмовых соединений. В Брестском гарнизоне военную службу проходят порядка трех тысяч военнослужащих. Сегодня они имеют не только серьезную материально-техническую базу, но и качественный кадровый потенциал в лице мотивированного офицерского состава. Все войские части, которые находятся в нашем гарнизоне, они по праву являются достойными продолжателями дела наших дедов и прадедов. И сегодня анализируя результаты боевой подготовки, всех проверок, боевой мобилиционной готовности, в частности вот в этом году уже была одна проверка боевой мобилиционной готовности по плану министра обороны, в которой также участвовали ряд воинских частей нашего гарнизона и показали отличные результаты. Участие в международных армейских играх. Ежегодно практически все наши воинские части в той или иной степени участвуют в этих играх и всегда приносят призовые места. Первые, вторые. Это говорит о том, что действительно настоящие продолжатели дела наших дедов и отцов. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Буктовая».